итак друзья наступил у нас новый день проснулись покушали пошел я на кого у льда принес чистенького свеженького сейчас будет водичка у нас чистая ну в общем сегодняшние планы на день это у нас уборка территории от обаривания там мелкий ремонт где там за росомаха повырывала всего тому подобное это зашел вышел ну вот потихонечку у нас все приводится в порядок станцию свою достал отстояла целый год отремонтировали вход опять все уплотнители все новенькое поставили вот здесь утеплитель провели в общем теперь очень плотно и тепло здесь у нас котик стоит монтирую сейчас проводку полностью новую хочу сделать чтобы здесь выключатели были в бане и в гараже свет был отдельный вот в процессе сегодня думаю закончить сейчас поедем подпилим дров сухих что у нас там одну деревину завалила ветром сейчас мы ее раз распилим пока не замерзла на завтра обещают снег снег подвалит и уже можно будет прокатиться куда-нибудь подальше так вот ребята у нас метров 500 дима я такую дуру завалила ветром видимо она уже высохла смотрите какая махина огромная вековая вот она как сломала сейчас будем это пилить и на дровишки на сухие хватит намного новая пила у нас второй год вот штиль мс-260 мощная довольно таки ну и сто восьмидесяточка наша тоже в работе как будем чекрыжить ладно продолжаем вот это ребята такая болта что это у нас что это у нас тут происходит борщ охотничий называется больше почему потому что ну как густоматной пастой со свеколкой морковочки с лучком зажарка будет ну а если бы без этих ингредиентов то значит просто суп охотничий луку побольше туда картошки вот и все простая русская еда на просторах сибирской якутской тайги ясно глухо рятинка варится саша добыл да я добыл то еще когда ну это история умалчивает все сейчас это наверно будет на этой терочке но прежде помою руки вот такой вот у нас сегодня ужин будет ребята дорогие друзья вас рад снова приветствовать у нас за ночь немного подвалила снега и мы сейчас выдвигаемся на постановку сетей на карасях пока еще морозов не было толком 10 12 15 слабенько короче пока капканы на соболя не открываем начнем открывать в ноябре в начале первых числах как раз снежку подвалит и можно будет уже гонять везде в общем едем ставить сети на карасях у нас здесь на участке есть озера в них водятся карась посмотрим что из этого получится добрались мы ребята до избы изба древнейшая пятидесятых годов представляете но в прошлом ролике вот здесь я вам ее уже показывал и рассказывал о ней поэтому кому интересно можете посмотреть сильнейшая качка малоснежье вот приходится слазить со снегохода местами вести его за ручку вот вот здесь у нас река батар могучая и великая и древнейшая сейчас мы еще проезжаем несколько километров вверх по реке батар там будут озера на озерах водятся караси поэтому мы будем пробовать их ловить ну и соответственно покажем вам что из этого вышло погода у нас стоит теплая минус 10 градусов сыпет снежок в общем пока морозов не ожидается но по прогнозу воскресенье а сегодня у нас среда воскресенье обещают хороший снег и хороший мороз поэтому будем ждать морозов снегов и уже продолжать движение уже по участку заводить капканы на соболе и тому подобное сейчас пока есть время вот наводим порядки и ловим карася и так ребятки вот мы имеем вот такую озерину огромную в которой должен быть карась а проверим мы это с помощью крутого девайса под названием ясь 52 подводная камера ссылку оставлю в описании ребят уезжает бур наш барнаульский а ты не дуда сверлишься нет наоборот ладно проверяем и смотрим на камере опустив камеру в воду мы увидели вот такую прекраснейшую картину наверху надо льдом мороз стужа снег а подо льдом свой мир своя атмосфера к сожалению карася мы так и не увидели в основном были только гальяны и увидели одного окуня на этом разведка карася наша прекратилась и мы вернулись домой ни с чем к сожалению на следующий год планируем расследовать и исследовать новые озера благо у нас их много и наверняка найдем какую-нибудь яму в которой точно будет карась пользуясь случаем хотелось бы рассказать вам одну очень интересную историю как-то раз в 90-е годы мой отец поднимался на лодке весной по нашему ручью и ставил сети на щуку щука попалась огромная килограмм так под 15 и в брюхе у нее оказался огромный золотой карась сантиметров 30 длиной с тех пор отец занимается поисками этого озера где щука могла съесть такого огромного карася итак ребята от едем по пути обратно взводим капканчики и лапка наша собачка загнала соболя сейчас я пойду его добывать недалече лает сейчас мы его добудем и посмотрим заодно как он уже выкунил или нет выкунил или не выкунил так ладно продолжаем движение вот лапка посадила соболька вот одна веточка как на стульчике сидит саша саша надо было отсюда на проще было запросто вот застрял видите сейчас пойдем за пилой черт делать мертвой хваткой сцепился видео вот добыли соболя благодаря вот этой даме покажи самочка вроде выкунила да 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 хвост он какой ну хорошо все с почином итак друзья как вы поняли по предыдущему ролику фрагменту мы приехали ни с чем к сожалению но это только наше первое обследование дальше там по нашему участку есть озера и и мы точно знаем что там есть караси поэтому как только нападает побольше снежку мы сразу же непременно туда стартанем поставим сети ну вот как видели там мелкие гальяны мелкие мальки карася есть соответственно может быть где-то яма там была да мы до нее не добурились мы пробурили мы все озеро поэтому видимо не судьба поэтому в следующий раз уже наверняка поедем в нужное нам озеро где мы точно знаем что есть карась и половим карасика как-то так взвели капкана и 12 километров по пути вот на обратном пути вот то есть этот путик уже работает ну плюс как вы видели собачка у нас взяла соболя соболь выходной в принципе мы посмотрели все первый соболь есть в этом сезоне пойдем сейчас кушать отдыхать выходить на связь так дорогие друзья рад вас снова приветствовать это у нас пятый день пребывания нашей в тайге на промысле напомню вам что вчера мы взвели 12 километров путика капканов вот и взяли одного соболя под собаки утром сегодня встали температура у нас 26 но рано утром было 28 градусов первый морозец снег хрустит от этого настроения появляется еще больше вот скоро можно будет кататься далеко искать оленей искать глухарей и полноценно охотиться сейчас хотим прокатиться недалеко здесь по месту посмотреть глухаришек и будем заниматься по хозяйству вопросами мелочевку уже осталось тут сделать закончить и уже начинаем если все сбудется по прогнозу выпадет снег начинаем уже по участку взводить капканы полноценно ездить как-то так ну в течение дня буду для вас снимать что-нибудь интересное не переключаемся ищи 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 оп оп все нет старый нет пробует 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 ищет 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 нет не то видимо старый след вернулись с путиком и друзья ничего не было все как-то так тихо спокойно ну потому что погода портится очень сильный ветер дым клонит к земле и поэтому живность вся попряталась никак не съездили в капканы взвели 3 километра и все и все пока вот такой быт у нас дровишки вывезли вот чуть-чуть и сейчас будем уже отдыхать дорогие друзья сегодня у нас теплый день снежок я собрался на путик 12 километров вот так экипировался снял сидение снял кофр и вот такую коробочку здесь приманка лопата запчасти капканом на всякий случай вот таким способом поеду без нарт нарты не нужны все компактно выезжаю снимаю для вас что-нибудь интересное не переключаемся так так друзья остановился вот в такой вот чаще снегоход мне не дает разогнаться потому что идет перегрев на путике нет снега соответственно ему нечего забрасывать на малом ходу нечего забрасывать на радиаторы и поэтому он мне на табло показывает значок темпы не дает курком газа работать это предохраняет от перегрева соответственно вот я остановился сейчас остыну тут еще метров 300 наверное доехать по такой чаще медленно потом выхожу на профиль и там шурую 12 километров там проблем не будет вот по пути 3 километра проехал что-то пока тишина следов нет дичи нет ну видимо из-за погоды собирается снежок пасмурно поэтому вся дичь попряталась пока что вот жду пока остынет и пру дальше посмотрим что в этот раз какая удача мне обернется итак друзья вот наша граница крест пересечения двух профилей граница наш угол угодий вот я взвел еще один капкан 12 километров проехал развернулся и сейчас направляюсь обратно домой 12 километров ребята от мороза предательски садится камера раскрыл снегоход полностью греется по укатанке ныряю периодически в снег но сейчас решил думаю остудить заодно записать вам видео впереди много следов оленей вот считайте что 12 километров я от базы доехал и уже на обратном пути по моему же пути уже прошли олени но олени лесные не северные вот поэтому достаточно много 3 или 4 штуки я насчитал по следам примерно ну там плюс-минус может больше может меньше вот как-то так олени бегают но наткнуться пока не удалось мне на них к сожалению ну может быть удача будет на моей стороне и получится на них наткнуться посмотрим ну остывает снегоходик по полной программе вот сейчас заведусь попрошу дальше итак вернулся я домой разгрузился но вернулся ни с чем поэтому ну это тоже результат поэтому капканчики зато взвел 12 километров снежочек у нас накрапывает потихоньку загоняю в гараж и отдыхаю может быть завтра мне повезет дорогие друзья наступил у нас новый день 18 градусов мороза разъяснило по всей видимости снега не ожидается что очень огорчает хотя по прогнозу был снег занимаемся хозяйством и топим баню сегодня ждем снега и пойдут интересные моменты вот друзья снова мы в поисках карася буримся 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 все озера избурили пока камерой ничего не увидели в раздумьях ставить ли здесь сеть только что ходил за сополем очень устал сейчас будем думать ставить сеть или нет озер очень много цепи озер не знаешь где поставить бляхомуха выбор великий ладно искали искали ничего не нашли я уже прошел сегодня пешком километра два может больше поэтому хотел покушать вот мы взяли с собой рацион как всегда дороге не помешает вот он и пригодился сейчас покушаем и поедем дальше ну который раз уже военные выручают саша бегал очень далеко собака загнала соболя и вот он его добывал и соответственно проголодался мокрый насквозь тут еще мы ищем карася на озерах и вот накрутились ледобуром и теперь вот решили выпить чаю там может чем-нибудь перекусить собака у нас куриные лапы любимые лакомства вот она две или три штуки замолотила она герой сегодня у нас тоже двух соболей выловила вот они там лежат они рыжие рыжие вон саша залил уже чай ну чаек у нас бодрящий саган дайля травка добавлена в него вот супер я весь мокрый насквозь поэтому сейчас выпью термос один наверное сердечную деятельность повышает да это саган дайля фасоль холодная саш нет нет рюкзачки не замерзла не успела замерзнуть поэтому вот так что молодцы те ребята которые придумали это офицерский шоколад тоже что-то хорошее сейчас сюда положим чтобы отогрелся повидло вот тут но в принципе стандартный набор ребята ссылку на эту продукцию я в описании вам оставлю магазин хороший проверенный можете там заказывать вот в таких ситуациях когда нужно быстро срочно перекусить он выручит вас в любую минуту как-то так ну ладно будем кушать ну вот у нас еще по пути сейчас небольшой ремонт отказала свеча зажигания NGK да ребята Япония отказ идет небольшой снежок потихоньку взводим капканчики осталось нам до дома еще 4 или 3 километра примерно как-то так лапа ты что бьешься лапками лапка двух штук сегодня она взяла жаль камера садится можно было пью на лоб одеть и показать как добываю но она быстро замерзает к сожалению как-то так прем дальше вот так завершается ребята наш вечер приехали с путика все отлично затопили печечку свет все дела садится очень сильно камера потому что замерзла даже во внутреннем кармане поэтому заряжаю и с завтрашнего дня снимаю для вас что-нибудь еще интересного всем пока не переключаемся здравствуйте дорогие друзья снова у нас наступает новый день минус 22 градуса вчера были на путике как вы помните взводили капканы искали в озерах карася но к сожалению безуспешно взвели только капканы сегодня будем заниматься ремонтом бурана так как он у нас немножко начал почему-то барахлить вот будем разбираться в чем причина это первое второе ну по хозяйству будем потихонечку здесь делать дела ну а завтра стартанем куда-нибудь на путик завтра обещают у нас градусов 30 мороза ну в поселке обещают 24 значит у нас здесь будет наверное 34 всегда на 10 градусов у нас холоднее чем в поселке у нас по рации вот передали нам информацию что прогноз погоды такой вот что еще вам интересного пока поведать не знаю пока еще толком никуда не выбирался далеко вот сейчас буду готовиться к завтра наверно попру далеко и уже будем там снимать что-нибудь интересное может быть попадется нам что-нибудь или рогатый зверь попадется ну не знаю здесь загадывать не стоит всякое бывает ну дай бог бы вот лицензию надо закрыть как-то так в принципе не переключаемся смотрим дальше и подписываемся на канал с утра водички даже не водичка а лед для чая уже сантиметров пятна потихоньку потихоньку она берет свое сейчас Саша супер пешней будет наколачивать лед скажем бой водопроводной воде главное в ножку не воткнуть и все согласен я не знаю я что это как я не знаю я только приехали лед пешней пробивал за раз а сейчас уже не пробьешь а А здесь тоже иголочки присутствуют. Елочки не грязь. Меняем зажигание Flames, потому что оно оказывается тоже подводит. Возможно, мы сейчас еще не знаем, конечно, что зажигание это или нет, но предположение и все предпосылки только на него. Потому что вчера катушку поменяли, высоковольтные провода поменяли, которые нулевого сопротивления. Свечи японские тоже меняем, они черные, как уголь. NGK. NGK, да. Опа, что за болтик тут? Не знаю, Саша, откуда-то надо смотреть. За стартера нет. Нет. Это может быть, да, наверное. Ну посмотрим сейчас. Так, все вот. Посмотрим, определимся. Если что, Flames обещает завод неограниченный ресурс на свое зажигание. Если это все-таки будет зажигание, значит будем отсылать на завод и писать претензии. Иначе тут они думают, что на севере связь на каждом повороте. Дорогие пользователи снегохода Buran, с зажиганием Flames все оказалось куда более положительно, чем мы думали. Проблема крылась в карбюраторе, а не в зажигании. Поэтому зажигание Flames имеет право на жизнь, ходит уже третий год и отлично себя показывает. Ну ясно, короче. Ладно, будем завтра на путики испытывать. У нас валит снежочек, что вообще просто супер. Сейчас еще чуть-чуть подвалит за эти пару дней. И можно будет смело гонять, уже не бояться ни качки, ничего. Завтра у меня день рождения. Завтра выходной, наверное, после испытания Burana. После обеда будет выходной день. Выходные часы. Дорогие друзья, мы вас рады приветствовать. Сегодня у нас 6 ноября. 30 градусов мороза. Потихоньку собираемся на путик прокатиться. Ну, у меня сегодня вот день рождения. И мне тут жена в дорогу запаковала вот такой подарок. Ну, хотелось бы сказать, что дома она мне еще перед отъездом подарила вот такие фонарики. Это вот налобный и большой вот такой вот фонарь. Очень удобно, хорошо, светят отлично просто. Сейчас будем закрывать этот подарок. Что там внутри, узнаем. Бантики тут. Это на правое плечо прилетишь. На путик поедут. Или к куражке, к шапке лучше. Ну. Так. Поаккуратней. Так. Тут не знаю, что, конечно. Угрушечка не захочет, наверное. Может быть. Так. Нож. Ну, коробка. От каких-то этих. Вроде как сладостей, как я помню. О, тут сладости. Похоже. Ё-моё. Какие-то тут. Что такое? Зефир. Это все зефир. Всякий какой-то тут. Много. Не надо рукой держать. Конфеты. Что-то она нам и говорила, сгущенки поменьше берите. Намекала. Ну, тут вот, короче, сладости всякие разные. Любимый, с днем рождения. Пусть твоя жизнь будет сладкая, как этот подарок. Люблю, целаю. Целую, обнимаю. Вот так вот. Ну, здесь, короче, вот всякие конфеты, сладости. Сладкое я очень люблю, поэтому подарок, как он так, кстати. Тоже не уважаемый. Вон, товарищ уже Меллер взял. Вот как-то так. Ну, отлично. Отлично, спасибо за подарок. Приеду, поцелую, скажу спасибо. Ну, это здесь оставь. Будем потихоньку трескать. Как-то так. Ну, а теперь отправимся на путик. День рождения не повод оставаться дома. Поэтому едем на путик, вечером топим баню и отдыхаем. Итак, у нас первый Соболь в Капкане. На этом пути 3 километра проехали. Вот висит Соболек. Ну, что, снимай. Итак, друзья, камеру убираю обратно, потому что у нас очень сильный мороз за 30. Камера сразу же замерзает, поэтому убираю ее в рундучок. У меня здесь более-менее комнатная температура. Вот здесь отзаворачиваю ее в шапку, чтобы для вас снимать отличные видосы. Иначе камера замерзнет, и я опять ничего не смогу заснять. Поэтому не переключаемся и смотрим дальше. Итак, проехав еще метров 800, следующий капкан снова висит Соболек. Итого, у нас уже в копилке 10 Соболей. Сезон только открыли, 10 штук уже поймали. Слава Богу. План у нас 40 по лицензии. Поэтому десяточка уже есть. Осталось поймать 30 штук. Морозно, очень морозно. Идем в два снегохода. Проверяем путик. Заодно настраиваем тут небольшой аппендицит. Вот так выглядит у нас путик. Идет, 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 идет. Морешка небольшая, лес. Все красиво, все круто. Все, убираю камеру в тепло. И продолжаю движение. Вот такой вот у нас, ребятки, тут недовзведенный путик остался. Вот деревья валяются. Сейчас будем пилиться. Он длится примерно километров 9-10. Поэтому сейчас будем ехать, что-нибудь интересное вам снимать. Вот такая у нас стоит погода красивая. Снег такой на деревьях. Такая зима уже полноценная. Долго мы ее ждали, но вот дождались. Сейчас пилюсь и едем дальше. Отец пока взводит вон там капкан с лапкой. Лапка шустрит, бегает, может кого загонит. Вот взяли еще один капканчик. Продолжаем путь. Снега хватает. Прилично так. Идем мягенько, вроде неплохо. Продолжаем движение. Пока что-то не глухарей никого не попадало к нам. Так, друзья. Первая удача. Глухарь. Один выстрел и упал. Хорошо его задело. Глухарь. Здесь выводок целый гуляет. Кополух не трогаем. Кополух не трогаем, ага. Но для размножения и кополуху одну можно свободно стрелять. Йоу! Хайды. Нет, обманул я вас, ребята. Я уже испугался. Вон ветка, смотрите, как глухарь сидит. Вон на ветке. А это ветка такой формы. Ну ладно, ребята, камера сейчас замерзнет. Убираю. Сейчас очипаем и прем дальше. Вот едем мы обратно уже. Возвращаемся. Уже закат. Хотя время еще нет четырех. Зима. Скоро будет полярная ночь у нас. Продлится она до апреля. Вот такой отбойник сделал от веток. Вот сейчас еще здесь закреплю. И будет он защищать от снега и веток. Как-то так. Шо скажешь? Скажу, вечереет. Морозит уже. Мороз скрепчает. Кушать хочется. Целый день ничего не ели. Собака вон. Заморили собаку. Да. Едем дальше, ребята. Осталось немножко. Очень устали. Затопил печечку, друзья, в гараже. Ох, сухие как горят. Хорошо. Треск приятный такой. Снегоходик. Стоит здесь. Отдыхает. Тоже так можно сказать. Сказать, у нас скакался сегодня по качке. Ужас. Вот. Но сейчас выпьем по стопке самогонки за день рождения. Да, будем отдыхать. Выходить на связь с товарищами. Узнавать, как у них там дела. И что интересного. Ну, а впереди нас ждет рыбалка. Подлёдная обязательно по традиции. Поэтому не переключаемся. И продолжаем смотреть увлекательный фильм об охоте на Крайнем Севере. Дорогие друзья, мы снова рады вас приветствовать этим утром. Сегодня у нас 7 ноября. Производим заправку нашего трудяги Бурана. И отправляемся на небольшой путик. Путик 18 километров. Он у нас закольцован. То есть уезжаем мы с базы и приезжаем на базу. Но только другой стороной. Сейчас поедем это все дело взводить капканчики там готовить перед рыбалкой, чтобы они уже здесь работали. А мы спокойно могли уехать на реку и рыбачить. У сестры у моей сегодня день рождения, то есть на следующий день после моего. Поэтому если ты смотришь, я тебя поздравляю. Желаю крепкого здоровья. Всего доброго. Заканчивай магистратуру с отличием и работой на хорошей, высокооплачиваемой работе. Ну вот как-то так. Отправляемся и снимаем для вас что-нибудь интересное. Не переключаемся. Вот, ребята, садится камера уже от холода. Вот такой плес ручья нашего. Переезжаем. Здесь накапываем и в лес ныряем. И остается нам где-то 4-5 километров до дома. Вот здесь мы с Серегой пилили весной дерево вот это. Когда на лодке здесь гнали на водомете. Сейчас покажу вам этот фрагмент. Вот у нас первое препятствие. Серьезное. Две деревины упали. Так, надо к флоту подходить, наверное, к флоту. Сюда вот нам. Так, это что? Вот это вот тоже нам потом отпилить зырь. Ну вот и подходит к концу вторая часть видео о промысле в Якутии. В следующих частях вы увидите. Какого соболя удалось мне поймать в капкан. Как мы добирались до Ювелийского водохранилища на снегоходах. Как ловили рыбу из-подо льда. Как жарили рыбу. И многое, многое другое. Не переключайтесь. Подписывайтесь на канал. Всем желаю здоровья, счастья и удачи. Субтитры подогнал «Симон»!